Привет, друзья! Сегодня на распаковочке у нас две таких вот маленькие посылочки. Я бы назвал эту распаковочку распаковочкой автомобилиста. Ну, так как здесь девайсы, которые необходимы будут только для любителя авто. Давайте посмотрим, что в середине. Так, начнём мы вот с такой серенькой упаковочки. Надеюсь, не повредил, потому что был случай в прошлый раз у меня. Отрезал полупаковки. Ну, что ж, упаковано неплохо. Упаковано неплохо. Итак, что же это у нас такое? Это у нас, друзья, автомобильный МП-3. Трансмиттер. Вот такой он из себя. Небольшой экранчик. Клавиша. Канал вперёд, плюс, минус. И play с перемоткой. Здесь у нас прикуриватель. Регулируемый. Здесь у нас USB-вход. Также у нас есть вход здесь у нас под SD-карту и здесь под microSD. Ну, то есть, я бы сказал, он такой универсальный. Под самые такие общительные карточки SD подходит. Сделан, конечно, так вот, на первый взгляд, друзья, не очень внушающе. Я бы сказал, немножко даже хлипко. Истинно, китайские кнопочки, которые со временем просто постираются. Вот эта их краска, тут вот серебристая, да, она просто слезет. Ну, это мои первые впечатления такие. Исходя из своего опыта, да, вот, относительно таких вот китайских девайсов с серебряными кнопочками. Напоминает детский игрушечный телефон мобильный, китайский. Наклеена пленочка, защищающая наш экранчик. Ну, и в принципе, на этом, как бы, и все. В комплекте также, друзья, пульт. Пульт управления. Батарейка, я так понимаю, идет в комплекте. Да, батарейка в комплекте. Здесь у нас пластиковая такая вот заглушечка, дабы батарейка наша не разрядилась. Такой вот пульт. Очень тоненький, очень легкий. Ну, в принципе, в принципе, я думаю, что работать должен. Вот. И сущие копейки, там, цену 4 доллара, я думаю, она оправдает. Давайте перейдем к следующей нашей посылке. Так, вот. Опять я что-то не то разрезал. Что ты будешь делать? Ну, в этот раз хоть хоть каждый не повредил. Ух ты. Эта вещь у нас запакована. Так что, друзья, придется уколочку нам разрезать. Все у нас так вот интересно упаковано. Так. А это у нас устройство для чтения ELM-327, которое работает по протоколу OBD2. Вот такая вот штука, которая связывается с вашим мобильным устройством по Bluetooth. и на вашем мобильном устройстве, планшете или ноутбуке подает информацию о вашей машинке. Ну, там такая вот, я думаю, информация. Я еще не пользовался ни разу, друзья. Просто видел обзоры тоже очень много на данную вещь. считывает ошибки, считывает обороты двигателя, скорость, расход, топливо и так далее. В общем, девайс как бы очень-очень даже полезный, информативный. Но, как он будет в работе, посмотрим. В комплекте у нас такое, я так понимаю, программное обеспечение. Ого! С таким вот китайским пандой. Прикольно. Обычный компакт-диск маленького размера. Ну, ничего внушительного. Программка, очевидно, небольшая. Вот. Вопрос только, как потом все это дело перенести на мобильное устройство. Ну, очевидно, как-то переписать надо было. Ну, что ж, пластмасса тут. Пластмасса, да, вроде как, друзья, такая вот довольно качественная. Плотная, никакая вот не хлипкая. То есть, в отличие от трансмиттера, который я вам показывал уже. Ну, будем пользоваться, будем юзать, посмотрим. Должно быть неплохо. Ну, все. На этом буду заканчивать, друзья. Спасибо за внимание. Подписываемся на канал, ставим лайки. И до новых встреч. Пока.